всем привет с вами комаров виталий сегодня хотелось бы поговорить о том возможно ли вообще какая-то экономика в россии чтобы зажили хорошо таких реалиях которые сейчас как-то в компании сидели обсуждали кто-то говорит власть менять кто-то говорит нужно коммунистов к власти вести даже нашли из тех кто говорит либералов давай тип того яблоко или еще там чего-то но вот если честно сказать посмотреть вот холодной головой то что получается совсем другая история если скажем так взять же те же самые советские времена сразу скажут а теперь сравниваешь там как у нас был советские времена у нас плюнул через дорогу другую работу на другой работ пошел не работать было илья вот так вот было что мы сейчас видим все организации у нас они практически и развалились начали какие-то заводы строить как вот например сердобске построили за боку завод по выращиванию белых грибов в угол так вот население сердобска 9 чем-то тысяч рабочих всего лишь занято на этом предприятии около 160 человек вот этот завод он практически тут капля не то что даже по россии капля это капля вот на да на одну деревню капля то есть но что такое 160 человек и так вот множество множество заводов все говорят да у нас устроится заводы у нас там построено там две тысячи еще сколько там у вас везде заводы отчетник толку от них толку нет никакого они берут минимальное количество рабочих которые практически вот одни единицы сотой долей процента до составляет того населения где этот завод стоит малым предприятием вот что-то производить у нас в россии но это какой-то бред вспомните завод у нас был такой интерсколк они выпускали часть продукции в китае это дрели там еще что-то болгарки хороший инструмент у меня интерсколк дрели еще российского производства у меня до сих пор живет это уже сколько ему лет или что он что у меня это дрель так не прошла но она работает так вот почему этот интерсколк у нас в россии то закрылся то есть здесь невозможно вести нормальный честный бизнес получается все это перешло в китай сейчас интерскол чтобы найти российский не найдете ей бог вы найдете китайский интерскол да как он будет работать черт его знает машиностроение тоже у нас где-то там гуляет в тольятти завод практически сокращается сокращается постоянно там людей сокращают раньше тольятти город был довольно таки такой преуспевающий весь город работал на одном заводе сейчас в тольятти очень-очень очень много безработных начинает есть москву то есть предприятие само глохнет то есть если глохнет предприятие если люди становятся безработные я вот например считаю что экономика на падает развивать свое какое-то новое дело как кричат в правительстве надо подымать сельское хозяйство я с фирмами с фирмами еще и давно разговаривал когда соотношение цен на зерна и мясо был такой ну скажем так нормальная то есть давал прибыль это они не с неохотой шли на это для них это был лишний геморрой сейчас это соотношение на вот чуть-чуть то есть 10 тысяч ты затратил 3000 ты получил все фирмира говорит говорят что зерно вырастил взял его вот так вот продал сбагрил все дальше это не твои проблемы то есть для них вот это вот сельское хозяйство развести свиноферму или еще что-то это уже получается как лишнее звено любого фермера спросите он вам так скажет он так скажет мне зерно сбагрить и ты еще со своими свиньями ко мне пришел потому что выгодно не выгодно я делал об этом ролику я сделаю ссылочку на него подсказочка вот где-то вот здесь вот она где-то выглядит эта подсказочка посмотрите любое дело которое у нас значит если начать она выйдет она очень дорог дорогим выйдет в конечном продукте то есть все это выгоднее купить где-то в китае у нас китай он сейчас снабжает весь мир он кстати этот китай экономику глушит практически чуть ли не во всех странах и америка от этого страдает из-за того что туда китайцы все везут ну а мы россияне ты подавно страдаем что у нас вообще все китайское там я не спорю китае хорошие вещи можно приобрести все у меня практически вся электроника китай все вещи почти что с китаем которыми я занимаюсь мультиметр паяльные станции всякая фигня все она сделана китай вот смотришь на эти вещи ну что у нас не могут это вот собрать что ли такую штуку у нас даже если так здраво разобраться купить вот эти запчасти собрать такую же паяльную станцию например у себя в гараже но сами подумайте вы сможете ее вот я свою паяльную станцию купил за 1700 рублей о качестве о ее качестве совершенно другое но вы попробуйте соберите эту же паяльную станцию сами у себя в гараже я сомневаюсь что вы будете продавать за 1700 а вот будет минимум 10000 5 вот почему так в китае вот как-то не умеет вот этого делать бюрократии что ли у них там поменьше как-то я смотрел давным-давно это еще очень много лет назад по телевизор один какой-то там замудрый профессор сказал чем меньше бюрократии тема народ лучше живет если например убрать полностью всю бюрократическую систему не брали взятки не брали откаты вот это все цены вот у нас например россии в зависимости от сферы деятельности они упадут в 5-8 раз в 5-8 раз это тогда да тогда можно и паяльную станцию себя собрать в гараже и это самое продать ее за 1700 вполне ты в наваре будешь и человек будет доволен которым ты сделаешь это все дело сейчас вот если взять когда нашего сейчас время прошлый год тут идет я весь заболтался вот 2019 год уберем строительство что у нас происходит все вот которые колымщики вот они все прямо в один голос скажут что здорово упали все заказы этого будут со мной на нем практически все согласны с этим то есть покупательская способность населения она упала она не то что упала в разы она упала в десятки раз лишь чтобы чё-то для такого населения произвести это нереально в наших условиях что-то произвести они даже вот продаешь вот свиньё ты вырастил за 200 рублей килограмм бы ее продать ты брат но население она идет вот в этот светофор и покупать за 190 рублей килограмм какое-то мясо продают вообще неизвестно то есть светофора она еще по какой-то цене покупает это мясо и она его еще продает и имеет до этого навар а ты за 200 рублей продав мясо у тебя навар-то хрень десятых получается и любое производство которые взять у нас чтобы открыть это ну если даже и очень много 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 бабла ты вложишь в это и ты будешь очень-очень много всего производить реализации его очень затруднительный затруднительного она у нас это практически невозможно предположим поставим мы а ну коммунист придет к власти до коммунисты это за народ ну и чего а китай как он был под боком так он и остался вот сейчас сказать наверно ну пускай что к нам китайцы придут все у нас это все заберут и мы может быть человечески жить будем не будем они нас вырежут а что думаете какая сейчас власть придет да не имеет значения какая она придет эта власть чё она толкать власть придет если система как таковой сформировалась такая что тебе производить невыгодно россия на практически вот один единственный магазин и все мы здесь ходим просто напрочь только можем покупать и все мы производить ничего не можем я сколько разговаривал с фермерами у нас один например и держит индюков он торгует на рынке он ну да у него машинка есть я спрашиваю спрашиваю а как он чё он дитё родил никуда не денешься и этом чисто откровенно сказал и правильно сказал бизнес который с трудом созданный потом его бросить очень очень тяжело практически невозможно его бросить если он хотя бы копеечку приносит можно работать мы всего лишь копеечка он затрачивает охеренные деньги на корма чтобы выкормить эту какие там этого индюка имеет при этом копейки так что сами подумайте имеет ли смысл вообще наш власть как вот да у нас вот выгодно быть какие-нибудь госслужащим вот туда ты здесь можешь где-то подняться довольно таки неплохо заработать у тебя есть возможность куда-то получится если ты в администрации как каким там вшивом чё-то там поработал у тебя уже есть хорошие перспективы устроиться на нормальное предприятие только опять же не здесь а где-то в москве почему-то они там ценятся те люди которые проработали в администрации они там ценятся в москве больших заводах завода например в администрацию это навряд ли возьмут так что думаете думаете что у нас ждет дальше стоит ли вообще надеяться на наш правительство или кого-то для того чтобы какой-то поселок мог существовать развиваться это должно быть куча 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 всяких предприятий а их невозможно создать потому что это никому нахрен не надо потому что это дорого потому что это ну нормально бизнесмен он не будет что-то производить у нас в россии если есть возможность произвести в китае вы сходите на рынок посмотрите почем стоит трусы российские и трусы китайские купите китайские потому что не дешевле и качество моя от них не особо так и хуже так что все спасибо подписывайтесь распространяйте это видео может быть кому-то что-то воткнет в голову до свидания